всем привет дорогие наши друзья и зрители нашего канала привет дорогие друзья у нас был выходной сегодня мы снова в эфире вместе с вами кушаем сегодня хинкаль и салат селедка под шубой приготовила всем приятного аппетита приятного просмотра кто с нами что что ты хочешь начать с хинкали или салатом я со всего хочу я очень голодный мы не бегаем время 4 сегодня у нас индивидуально каждого тарелочка чтобы удобно было у меня больше побольше положил хинкали мне хватит бульончик только много нет все-таки руками надо есть выливается все на ты потом стрелочки можешь выпить спокойно у нас не брата кульцарский обед вкусный думаешь царский у меня нос чешется от прям выпью наверное сегодня чего-нибудь интересного очень вкусный сегодня обед за окна пуржит метель все белым бело очень сочный хоть и погодка у нас такая нелетная дети такой такой погоде очень радуются снега на улице по коленам вкусно и галли просто божественный хочу салатик попробовать в таком люди красивом передала мы только посыпали сверху укропчиком не не со любимый салат сегодня о да и и и и и нам кстати селедку сама солит или обычно классно сейчас я наслажусь сначала одним блинам а потом начну я прикусал восхищаться другими как вот когда застолье до на новый год много разных блюд кушать село понемножку помнишь эти застольные времена когда ты был маленький застолье у нас буря всегда хочется все и сразу глаза разбегаться столы ломились от всего-всего а потом дня два еще три подъедаешь это все так и было готовить не надо садишься в кухняшку себе наложишь включаешь какой-нибудь там новогоднюю передачу типа голубого огонька или что там песни пляски какие-то слушаешь и кушаешь прямо на диванчике вкусняшки салатики всякие майонезные очень вкусно у тебя прям уже какое-то новогоднее настроение да потом начала вырисовываться а потом после 12 идешь с родителями запускаешь петарды всегда с как традиция всегда папа покупал убил всякие петарды хлопушки потом горка елка у нас в парке железнодорожников раньше всегда оставили елку и горки были могут дошли катались великолепно прям возле за дворцом горка никого какой салат всегда был на Новый год у нас всегда был на оливье был по-любому мимоза мимоза вот у нас по-любому не было мимоза насколько я помню крабовый точно был всегда эти крабы палочки кукуруза что там вот это да а рис он всегда стабильно у нас основных было три салата прямо которых всегда была это селедка под шубой это оливье и это мимоза и иногда мама там четвертый там делала вкусно да да очень слушай а у нас то тут горок то нет нормальных нынче хоть и снега много кого нету горок здесь город горки кататься это хоть снега говорю много навряд ли кто-то будет делать я имею ввиду что в такой классный год когда много снега что-то и детям покататься толком нигде хоть бери лопату и диструй елку горку вернее помнишь на парижской гамеи когда жили у нас там дедушка один каждый год выходил на пенсии был по-моему он работал на пенсии работал работал как же он днем то достроилась он работал многих там смены были в ней рабочем ну не каждый ну и важно стабильно уфля на работу ходил с работой на обедом что он работал человек в общем молодец дедушка у меня своей внучки внучки которая приезжала к нему она не жила в этом доме на выходных она приезжала и каталась девочка маленькая я к нему подхожу горнаны же какого молодец помнила подошла к нему похвалила каждый год нам строите горку готовы че думаете я черный всех струя строили свои внучки делать мне нечего что строить всем я птогольфик делал так вот он не ответил правду ведь искал лично какой резонным устроили все свои внучки первую очередь но это весь двор конечно понятное дело причем не один двор катался там запрещать всем конечно все катаются дети том числе и ребенок милу ну молодец так старался для ребенка катерина брежнева спрашивает много человек подтипа держал этот этим этот вопрос комент этими лайками в общем то вопрос такой я сейчас его не переписала просто помню как вы отнесетесь к тому что даша придет и подростковом возрасте скажет вам я уже понял мам ну-ка что ты понял давай продолжай скажи что ты подумал или нет подростковом возрасте придет как тебя беременна не не угадал придет и скажет мама мне нравится не ну не мальчики а девочки как вы типа к этому отнесетесь ее выбор ее выбор но не наш не больше ничего и про эти аннотации читать объяснять нравится и нравится не буду а ты будешь конечно беседы буду проводить с ней нет я забью на это и скажу дашенька нравится нравится молодец я доченька моя продолжайте встречаться сердце не прикажешь так что то есть да ну нафиг сегодня что конечно я буду с ней разговаривать я считаю что это вообще ненормально ну видите денису пофигу который раз говорит своим поведением что ему пофигу ну ладно у каждого есть право выбора нас эти дочка про и скажет ну не скажет а там курить будет ты тоже не будешь и ничего нет тут она над хватит у меня по полной программе мнением не ясно это беседы будешь проводить с ребенком нет и тебе тупо посылом ты будешь беседовать у нас вот и нет ой начинается да спокойно поесть то я мне просто интересно непонятно мировоззрение код там смотришь там дашка что же зафоте тучу тему меняешь короче бай серина привет когда вы покупаете ша шаурму вы детям тоже берете не детям мы не берем шарму потому что они во-первых не особо любят ее как раз у нас оставалось они не ели и вот автор их в основном мы стараемся готовить домашнюю шарму в основном да если хотим здесь хотим детям что-то дать что-то подобное стараемся домашний делать да ведь у нас форму только домашнюю как-то магазину они это все переживает что мы тут едим а дети это голода бедные детки наши я сошла с ума я сошла с ума мне нужна она мне нужна она мне нужна она а я промолчу выбор ведь ее выбор ведь ее выбор ведь ее выбор ведь ее там сейчас опять у кого-то души и кровь пошло я до сих пор шоке все ты будешь молчать на этот выбор и и поговорим на эту тему но это нормально что ты сразу это считаешь ты нормально ладно хорошо нет читаю что ненормально так поговорить с ребенком сына тебя поймет может быть как ты по-другому подсоски и объяснишь что по-мужски я подхода не найду к ней а ты вот допустим найдешь поживем увидим я сейчас думаю как бы нам съездить на природку но на лыжную базу вот так вот вам развернем мне кажется даже не будет проблем потому что ой маму не отпускают вообще этот вопрос мальчик твоя лыжная база потому что допустим на данный момент вот у него в первом никаком классе в третьем классе есть мальчик но даже в третьем тоже ровеснику и в общем мне вроде какая там симпатия друг другу то есть нету не такой что там девочки нравится хотя все может поменяться ведь правда но на данный момент вот вроде как ей мальчик это нравится да там с кадетов поживем увидим почему меня тянет час на природу там пускай она сейчас будет еще это полчаса меня на еще весь вечер плеш проезд она сегодня это ладно погода обалденная просто на улице теплым и просто валит не знаю но я сегодня гулял возле ларька на крыльце но не крыльце там сбоку такая выемка лужа стояла я понимаю что еще от ларька там обогревом как быть все на тепло но на улице луж нету но я думаю минус там 1 2 3 ну максимум 4 градуса ветра почти нет просто тяной валит снег и теплыми вот не вспоминается наша вот шлогоднее путешествие прям хочу сильно тем более мы умеем кататься с дашкой вообще вот вы сейчас писали ну кто-то писал задавал вопрос где там типа это икра красная на я хочу вот вот план примерно объяснить раньше у нас секрет и было просто навалом просто она стоила по нашим меркам ну да и папа вашим так вообще даром наверно недорого сейчас сейчас к нам приехали запада люди которые за сказали мы эту рыбу будем ловить сами перегородили нафиг все сетями рыбы нету икры мало стоит она короче сейчас вот примерно примерно купить себе вот два пару литров икры чтоб нормально поесть нормально поесть для нас это хотя бы два литра икры это вот все равно что сравним съездить отдохнуть в халдами на лыжах покататься купить мясо там его пожарить домик сначала домик блин думаешь да на хрен она упала за такие бешеные деньги это икра потому что у меня в голове не укладывается то что и мне с детства это икра везде было и тут она стоит таких денег да нафиг она нужна лучше я вам на лыжную базу съезжу не будет у нас икра все будем на природу отдыхать все больше и больше отбивает желание у местных жителей оставаться на нашем дальнем востоке и куда-то перебраться уже последние отбирают последнюю икру рыбу и все остальное то чем мы пускать жили всю зиму да там до самых теплых этих сезонов до мая до июня временов кто-то впрок заготавливал вот рыбаки да не рыбу тоже слышала сейчас даже налоги будет уже вели даже давно для рыбаков на сборы ягод грибов просто это никто не контролирует это недавно жить и на просто контролирует на начнут контролировать и у нас этого не будет в общем очень большой у нас сейчас с этим еще больше стало ток населения мне кажется вот рыбы нет и крым раньше все дорого хоть на запад съездить теплом раньше у нас дальний восток чем брал своей природой своей доступностью можно пойти там рыбы наладить и крысе засолить там леса горят да леса вырубают везде те китайцы куда ни плюню кругом там уже японцы китайцы короче вот это вся азиатское братья вырубает рыбу вылавливают все короче рыбаки и охотники остаются без своего хобби любимого не ну я не скажу что прям у нас вообще все плохо как бы нормально еще но такими темпами ничего не останется попрощаться пришел с нами алексей пришел у нас будет стабильно каждое каждое видео лёшка будет с нами прощаться иди сюда иди иди сюда иди иди лёсочка с нами пришел завершить ведь нам пап ну хватит на кого похож я же начинал еще сниматься скажу маму в животике был на кого похож на кого на кого скажите напишите поставьте лайк если хотите лёшу еще в следующем видео увидите ставьте лайки он обязательно появится он печеньку просит наберем 500 лайков и я появлюсь даем лёша вот тебе букет дарю мама открывает и теперь потом покормлю букетом и делал я знаю укроп нет ну что будем прощаться будем прощаться пока пока ваши нет ну что дорогие наши зрители надеюсь вам понравилось но мы с вами прощаемся до новых встреч скоро увидимся пока 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 пока